В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Темпы роста заболеваемости по стране снизились. В правительстве обсудили меры борьбы с коронавирусом. Доступный город. Молодежный центр запускает новый проект. В детской художественной школе открылся городской фестиваль художественного творчества. Далее расскажем обо всем подробно. Темпы заболеваемости коронавирусом в стране снижаются. Правительство предлевает упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля. Число госпитализации детей сократилось за неделю на 6%. В правительстве обсудили меры борьбы с COVID-19. В стране пятую неделю растет заболеваемость COVID-19. Эпид-ситуация остается достаточно напряженной. Однако сейчас Роспотребнадзор отмечает, что темп прироста числа пациентов снижается. Если на третьей и четвертой неделе прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то шестая неделя к пятой дала прирост на 18,5%. До 10 увеличилось число субъектов, где наблюдают снижение заболеваемости, рассказала Анна Попова. С учетом сложившейся ситуации мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вирусом подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах. Также я хотела бы отметить, что необходимо поддерживать высокий уровень тестирования против COVID-19. Своевременное тестирование по-прежнему остается одной из главных профилактических мер. Важно не снижать его объемы, добавил спикер. Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности. И избавить людей, в первую очередь тех, кто особенно уязвим от хождения по инстанциям, рассказал во вступительном слове премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так подготовили постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. До этого времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности, либо чтобы получить ее впервые. Это и дальше станет происходить дистанционно. Медучреждения сами передадут все нужные документы. Не потребуется дополнительных обследований. Это касается и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Они также до 1 июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях повышенной нагрузки на амбулаторное звено. Сегодня в поликлиниках получают помощь 92,5% заболевших. Сейчас 17% всех болеющих COVID-19 – это несовершеннолетние. Основная масса, почти 98%, лечится амбулаторно. На госпитализации находится 10 233 ребенка. Те меры, которые были приняты противоэпидемически в регионах, дали свой эффект. И снижение госпитализации за неделю составило 6%. Это очень позитивный и хороший тренд. Поэтому противоэпидемические мероприятия по работе школ, детских садов – они действительно эффективны. Несмотря на положительные тенденции, расслабляться не стоит. В преддверии праздников глава Роспотребнадзора призвала граждан оценить свое состояние здоровья и пройти ревакцинацию. Анна Пилипец, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 18 февраля в 10 часов в режиме видеоконференции заместитель прокурора области Андрей Немыкин в Саровской прокуратуре проведет личный прием населения. Органы прокуратуры в пределах своей компетенции рассматривают обращения, содержащие сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства. Личный прием проведут в порядке живой очереди при предоставлении паспорта по предварительной записи. Записаться на прием можно по номеру 75636. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Оформить налоговый вычет можно за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2022 году. Вычет действует на услуги организации, внесенных в специальный перечень Минспорта РФ, который размещен на официальном сайте в разделе о налоговом вычете за занятия спортом. Вычет на фитнес предоставляется и за детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которой можно вернуть 13%, составляет 120 тысяч рублей. Около 270 миллионов рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров. В регионе началась подготовка к пожароопасному сезону. В этом году мы усилим меры по охране лесов. В частности, объем авиапатрулирования составит 550 летных часов. Кроме того, увеличится протяженность маршрутов наземного патрулирования. Также планируют установить еще две камеры видеонаблюдения на территории лесного фонда, пояснил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. Нижегородцы разработали противораковое средство двойного действия. Сотрудники университета имени Лобачевского предложили методику, по которой можно получать препараты двойного удара по опухоли. Один компонент помогает сжигать раковые клетки, а второй нарушает их рост, развитие и деление. Причем компоненты адресно доставляются именно к опухолевым клеткам, не затрагивая здоровые. В этом главная особенность отечественной разработки. Препарат представляет собой так называемый коньюгат, то есть искусственную молекулу, состоящую из нескольких химически объединенных компонентов. Проблема адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в городской среде особо актуальна и важна. Благодаря проекту «Доступный город» саровчане, независимо от своих физических возможностей, смогут воспользоваться услугами социального, культурного, спортивного и других секторов, а также получат доступ к объектам городской инфраструктуры. В ноябре прошел масштабный конкурс молодежных проектов и инициатив «Саров молодежь». В номинации развития социальных лифтов победу одержал проект «Доступный город». В рамках проекта планируют собрать информацию о доступности городской инфраструктуры Сарова для маломобильных граждан и разместить ее на карте платформы «Умный Саров» в разделе «Обеспечение мобильности». К его реализации молодежный центр приступит уже в марте. Наш проект состоит из нескольких этапов. Первый этап – это будет профориентационный курс «Основу фотографии», который будет проводить профессиональный фотограф, будет обучать молодежь с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, «Основу фотографии». Цель курса – научить молодых людей снимать объекты социальной доступности учреждений города. Снимки планируют разместить на карте доступности платформы «Умный Саров». На основе предоставленных сведений соровчане с ОВЗ и инвалидностью смогут построить удобные маршруты, выбрать объекты города для посещения. А в апреле специалисты «Умного Сарова» проведут для молодежи с ОВЗ обучающий курс по работе с платформой. Реализация проекта – значимый шаг в адаптации инфраструктуры города для маломобильных граждан, считает Екатерина Неконорова. Информацию всю будут собирать участники клуба «Лотос» и та молодежь, которая, я надеюсь, подключится к реализации данного проекта. И, в принципе, это социальная инновация в нашем городе, потому что весь проект будет реализовываться с участием молодежи с неограниченными возможностями здоровья. Принять участие в проекте «Доступный город» может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, позвонив по номеру 99118, либо написать в сообщество клуба общения «Лотос» ВКонтакте. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей «Саров-24». На здании Царского дворца Духовно-научного центра монастыря восстановлена мемориальная доска с записью о посещении Саровской пустыни Николаем II. Фрагменты памятной доски обнаружили в 2018 году во время археологических исследований. Во время торжеств в честь прославления в лике святых Серафима Саровского в Сарове в 1903 году император Николай II и его супруга Александра Федоровна разместились в здании монастыря, который сейчас называют Царским дворцом. После визита государя здесь открыли музей и повесили памятную доску в честь его пребывания в Саровском монастыре. Фрагменты этой доски обнаружили только в 2018 году во время археологических раскопок на месте храма в честь иконы Богоматери «Живоносный источник». Было принято решение о восстановлении этой таблички. Прежде всего нужно было восстановить текст на утраченных фрагментах. И мы обратились за помощью к историкам нашего объединения «Саровская пустынь», которые нам в этом помогли. Над восстановлением мемориальной доски провели большую работу. Воссоздали текст, стиль и размер написания букв. В этом помогали мастера московской фирмы «Возрождение», которые изготовили доску и сделали текстовую гравировку. Завершающие работы провели художники Саровской и к написанной мастерской «Лики». В некоторое время она находилась у нас в духовно-научном центре, в нашем музее. И вот было принято решение ее установить на фасад здания Царского дворца, где и останавливались. В 1903 году император с некоторыми членами царской семьи. Найденные фрагменты мемориальной доски на территории Саровского монастыря сейчас находятся в Москве. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Учебная, богослужебная, детская, художественная литература, а также периодические издания. В цокольном этаже храма в честь святых царственных страстотерпцев открылась приходская библиотека. Подробности расскажем далее. В новой библиотеке храма в честь святых царственных страстотерпцев книжный фонд заинтересует и порадует взрослых и детей, любителей классики и духовной литературы. На полках можно найти также учебные пособия, журналы, современную поэзию и прозу. Весь фонд занимает два зала и насчитывает более трех тысяч книг и еще более двух тысяч неучтенных изданий. В основном, конечно, это библиотека, которая представляет интерес для тех, кто хочет именно духовно расширить свои познания, углубить свой такой, может быть, духовно-христианский интерес с помощью фондов нашей библиотеки. Раньше все эти книги находились в библиотеке при воскресной школе храма всех святых. Сейчас это здание монастырского комплекса, поэтому воскресная школа оттуда переехала. Соответственно, нужно было куда-то пристроить и обширную библиотеку. Помещения цокольного этажа, храма святых царственных страстотерпцев отлично подошли для реализации книжного фонда. Конечно, по мере выхода новинок новых из художественной литературы, творения богословов, какой-то исторической литературы, в том числе и литературы, которая издана или написана, в нашем городе, конечно, будет стараться попадать в фонды нашей библиотеки. Саровчане также могут помочь пополнить фонды православной библиотеки и принести сюда свои книги. Прийти и записаться в библиотеку могут все желающие по средам и пятницам с 10 до 12 часов и воскресенье с 10 до 13 часов. Библиотека находится в цокольном этаже храма святых царственных страстотерпцев. Вход с правой стороны здания со стороны детской площадки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Роспись, гобелен, батик, вышивка, бумага, игрушка, декоративная композиция, скульптура. В выставочном зале детской художественной школы открылся городской фестиваль художественного творчества «Россия. Родина моя». Подробности далее. Выставка художественного творчества «Россия. Родина моя» открылась в детской художественной школе. На ней представлено более 400 индивидуальных и коллективных работ учащихся художественных отделений школ города. Все работы прошли строгий отбор творческой комиссии, которая состояла из ведущих преподавателей школ, членов Союза художников, представителей Департамента культуры и искусства. Для нас культурное наследие городов – это, наверное, основа вообще всего, что мы здесь занимаемся. И вот этот фестиваль городской, для нас это было мало площадей, я сразу вам скажу, потому что не только наша школа выставила работы, но и работы других школ. Творческие работы поражают разнообразием техник. Батик, вышивка, текстиль, роспись, гобелен, ткачество, бумага, игрушка, декоративная композиция и скульптура. Возраст авторов – от 7 до 17 лет. Причем работы юных талантов на равных конкурируют с экспонатами, выполненными руками взрослых ребят. Мои дети совсем маленькие, им всего 10-11 лет, а они вот такие вот гобелены. Гобелены – это они изучают все-все узлы, но при этом они делают такое маленькое деревце волшебное. Один из экспонатов выставки – стилизованный наряд молодой крестьянки Томбовской губернии конца 19-го, начала 20-х веков. Он состоит из сарафана, платка и столетних лаптей. Костюм выполнили учащиеся детской школы искусств номер 2 под руководством Елены Бодряшкиной. Очень аккуратно выполнен, и видно, что выполнен он с любовью, ну и потрясающей красоты. Мне эта работа очень нравится, да. Это ручная и машинная сборка, и даже изнаночные швы очень… В общем, они бесподобны. Выставка «Россия. Родина моя» продлится в детской художественной школе до 1 мая. Время работы с 11 до 16 часов. Без возрастных ограничений. Вход свободный. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин